сегодня должен представить вторую часть моей бар гильдовой битвы точнее вторую часть книги тысячи лет хрофта под названием молодой макхеден но вот здесь стоит первая часть до бар гильдовой битвы но как меня заверили представители издательства молодой макхеден имеется в наличии так что если кому-то да вот вот она если у кого-то есть желание подписать то значит милости прошу на этом я закончил как говорят в америке sales pitch то есть продвижение своей продукции призыв потенциальным покупателям и немедленно приобрести и хотел сказать просто не пару слов о том про что же эта книга и как она появилась на свет тысячу лет хрофта я писал долго мучительно и наверное точно так же она и находила свою дорогу к читателю ситуация на рынке изменилась драматически и теперь как выразился мой друг и соавтор серёжа лукьяненко писателю нужно встать на руки пройтись перед почтеннейшей публикой на руках делая значит сальто и ногами жонглируя мячиками ну и по возможности еще на свиста какой-нибудь популярный мотив а под после этого пусти шапку по кругу значит подайте люди добрые сами не местные мы начали писатели шки задрипаны как выражался один из персонажей фильма stalker но все-таки я верю что мы продолжаем стоять мы продолжаем держаться и мы продолжаем писать это самое главное нас часто обвиняют в том что вы пишете за деньги вы продаете не только рукопись на и вдохновение вы давно уже зажрались вы давно уже не те какими вы были 20 лет назад когда вы писали исключительно по велению души а теперь все на вас на первом месте значит деньги деньги только деньги но это конечно давным-давно ответил александр сергеевич пушкин своих классических словах о том что можно продать а что нельзя что можно продать рукопись но нельзя не продать не купить вдохновение и любой автор который берется за текст он прежде всего пишет ради текста а все прочее удалось это опубликовать не удалось вышла книга или этот текст появился в сети это уже дело десятое и вот это вот моя книга тысячи лет хрофта которая которую бросала издательская судьба из одной формы в другую наконец-то появилась в классическом своем виде но история упорядоченного которую я начал сочинять без малого четверть века назад настолько не живут я думаю многим здесь присутствующим нету стольких лет по какой-то степени ваш покорный услуга оказался и заложником этой своей собственной фантазии а с другой стороны вот те герои которых я придумывал тогда четверть века назад они получились настолько для меня самого живыми и близкими что расстаться с ними не получается во первых и мне самому хочется интересно о них писать и во вторых конечно вот вы мои дорогие читатели стабильно меня бомбардируете письмами в различной форме начиная от классического когда вы вернете некроманта фесса до почему вы отвлекаетесь на всякую ерунду типа млавы красной или черепа на рукаве почему вы не пишете о хедине хедине еще раз хедине или о ракоте ракоте еще раз ракоте что можно сказать наверное если бы я был настоящим коммерческим автором то все эти годы я бы писал именно о хедине и ракоте исключительно о них об их приключениях одного бы сделал таким брутально гламурным это и ракоте а другого наоборот гламурно-брутальным это я ахедине наверное позаимствовал бы пару приемов у незабываемой нашей незабвенной стефани мейер создательница саги сумрак которая можно сказать собрала все штампы жанра который как уверяют маркетологи очень нравится женщинам девушкам и девочкам вот наверное если бы я собрал бы все этого едино вот слегка добавил легкой эротики наверное был бы я намного богаче сейчас и как говорится жил бы в сочи но все пошло так как оно пошло и мне гораздо интереснее писать о других вещах мне гораздо интереснее обращаться к корням того из чего выросла моя вселенная и вот писать такие странные книги как скажем молодой макхеден где в общем то все знают конец как можно выходить сейчас на рынок с книгой где все читатели знают чем она кончилась но вот с другой стороны этот герой и и и макхеден и древний бог хрофт он же один с одним глазом они настолько получились у меня мне близкими что если я не дорасскажу историю о них кто сам буду чувствовать как будто у меня отрезали руку или ногу по крайней мере до колена автор должен завершить свой текст автор должен рассказать историю а если у него этого не уда если ему это не удается по каким-то причинам то он сам чувствует себя в общем почти калекой поэтому я могу сказать что этой книгой тысячи лет хрофта и первые участки 2 я доволен как автор это довольно редкое чувство всегда можно что-то сделать лучше всегда найдутся потом какие-то ошибки какие-то можно подумать что вот здесь мог бы сказать это интереснее а здесь мог бы повернуть по-другому но долг всякого автора вовремя остановиться сказать себе все хватит переделки закончены и даже если в текст в текст скрались ошибки ну например моя классическая ошибка когда я на голубом глазу написал фразу написал фразу где фигурировала совершенно лысая девчонка с длинными пушистыми серыми волосами эту ошибку пропустили все редактор корректор бета-тестер и она была поймана по моему чуть ли не верстальщиком а иначе так бы и ушла в печать короче я доволен я очень доволен и тем что я ее завершил и тем что могу вот сегодня наконец-то в кои веки стоя перед читателями на выставке показать именно ту книгу которая вышла вот сейчас они полгода назад на этом я вступление свое закончу хотя могу говорить очень долго живя в америке поневоле приучаешься к постоянной немоте к тому что ты все твои слова идут исключительно буковками на экране и вот это это немота честно говоря очень сильно действует на нервы и давит на душу поэтому если у кого есть что сказать то милости прошу спросить а то я могу говорить еще очень долго пока меня вот не сгонят с этого стенда браво друзья итак ваши вопросы наши сегодняшнего гостя николай данилович вы не расписали в интернете что вам сейчас интересно было написать что-нибудь по россию да а у вас вместе с верой камшой вышла книга млава красная но книга не закончена как один из авторов скажите продолжение вот она готовится она в процессе она вот нам его когда нибудь все таки ждать до ждать ждать обязательно знаете меня часто спрашивают такой вопрос под ковыркой то я я подхожу к тому о чем вы спросили вопрос под ковыркой если ты перумов такой патриот какого черта ты живешь в америке и когда ты вообще собираешься вернуться потому и я признаю правоту и этих вопросов потому что действительно об очень многих вещах можно писать только находясь со своим народом в свою внутри своего народа как написала ахматова да я была тогда с моим народом там где мой народ к несчастью был ну конечно у нас сейчас совсем другие времена но тем не менее об очень многом я о том что я бы хотел сказать я не имею морального права а чем старше становишься тем больше всплывает в памяти скажем рассказов моих бабушки и дедушки которые успели окончить классическую русскую гимназию до революции и вот эти вот детские их рассказы про жизнь до без царя вот они поднимаются из глубин и требуют осмыслений и требуют выхода изложения с моей стороны млава родилась во многом из вот этих вот рассказов из рассказов о нормальном русском национальном государстве с недостатками с проблемами но тем не менее нормальным построенным по законам естественного человеческого бытия а не по мертвым идеологическим схемам как потом в течение семи десяти лет так вот мы с верой викторовной дел работаем мы ее пишем это для нас обоих получилась книга абсолютно что называется не коммерческая это не проект который скажем так с нас с ножом горло требует издательства наоборот издательства требуется на совсем других книг но мы эту книгу обязательно допишем это я имею ввиду черную метель это завершение первой трилогии первой идеологии извините и ту трилогию которая запланирована в качестве основного основных событий этой книги да мы ее напишем обязательно спасибо спасибо да друзья еще ваши вопросы добрый день у меня такой вопрос вы как человек живущий за границей а поконкретнее вы писатель и каждая ваша книга требует колоссальных духовных усилий к тому же насколько я вижу вы подходите к своим книгам ответственно думая как бы переделать как бы правильно повернуть и это все требует вдохновения и где же вы черпаете его потому что я сам как человек многопутешествующий знаю насколько сильно отличается россия от других государств знаете я лично сам живу там где я живу к сожалению по одной очень простой причине что то та профессия которая меня учили очень основательно учили пять с половиной лет профессия молекулярного биолога ученого здесь к сожалению вот даже в этой преуспевающей ярко раскрашенной замечательной москве абсолютно никому не нужна я практически все мои одногруппники все ребята кого я знал скажем по началу девяностых в москве они все покинули россию все мы сейчас как и мне пятьдесят под пятьдесят немножко за пятьдесят я знаю что очень многие хотели бы вернуться очень искренне как и ваш покорный слуга и например сейчас я долгий долгий заход к вашему ответу потому что все таки в течение многих лет мы работали лучших лабораториях которые существуют на земном шаре и наш опыт может быть очень полезен здесь здесь и сейчас но опять же к сожалению вот прекрасное начало как сколково да только не кидайтесь меня тапками Саудовская Аравия или Сингапур пошли по тому же пути они строили с нуля ультрасовременные научные центры за огромные деньги приглашали специалистов из Европы и Америки и вуаля сейчас у Сингапура одна из лучших биологических наук на планете так вот возвращаясь к вашему вдохновению вдохновение оно рождается из мучительного несоответствия между тем что ты видишь перед своими глазами тем что ты хочешь видеть то есть русский человек должен жить в России да хотя многие писатели классического века долгие годы провели в Европе путешествовали жили но тем не менее все равно это не было их домом их домом была Россия это давало им высокое право говорить опять же высокими словами зачастую нелицеприятными так вот мое то что вы говорите то что не знаю можно назвать вдохновением рождается из боли из того что я не там где я должен быть спасибо добрый день много раз особенно после появления рассказа русский меч дело тут у меня как бы отношение к этому двоякое с одной стороны я как человек хоть и не имеющий дипломы историка но ходивший на лекции истфака ЛГУ я прекрасно знаю какую роль сыграла русская церковь в становлении опять же русского государства я знаю что в свое время она выполняла действительно роль духовных скреп и почти не последнего якоря который вот держал эту северо-восточную Русь удерживал ее от того чтобы соскользнуть вот в это вот ордынское ничто мое отношение личное к религии к церкви оно очень сложное и у него нельзя однозначно сказать однозначно характеризовать даже я сам еще в себе не разобрался до конца но единственное что я могу сказать что вот беснование по типу жирные попы на мерсах мне это не близко то есть даже когда я писал даже когда я вкладывал в уста своих героев какие-то горькие и острые фразы но это в общем можно сказать так в адрес недостойных иереев больше то есть сейчас я не знаю как бы я сейчас написал русский меч может быть по-другому это не означает что я не симпатизирую вот русской русскому родноверию нашему славян нашей славянской вере которая была это было действительно высокое чистое и грозное оружие была религия вера воинов я не отказываюсь от своих симпатий к нему и не отказываюсь от своих симпатий к скандинавской тоже мифологии и доказательство этому опять же служит вот вся эта книга но сейчас я опять же мы невольно возвращаемся к политике я не буду кидать камни не как говорят москвичи давно водил на месте бассейна москва о котором вдруг нашлось столько плакальщиков я не буду участвовать в каких-то оголтелых компаниях где главное громче крикнуть все таки все это гораздо сложнее гораздо глубже и гораздо тяжелее и наверное действительно чтобы говорить об этом нужно нужно быть здесь и прожить перечувствовать прочувствовать гораздо больше чем мне посчастливилось или не посчастливилось наверное так да спасибо за вопрос и за ответ Николай Данилович добрый день добрый вы уже говорили про ошибки и я снова хочу сказать про них ну в частности на 135 странице первого тома тысячи лет хрофта когда появляется семь молодых богов там написано четыре мужчины и три женщины и до этого соответственно тоже несколько раз подчеркивается что четыре и три на 136 странице описывается пять мужских имен и два женских и начиная с этого уже уже написано что именно пять мужчин и две женщины что же можно сказать за всех за все ошибки в книге ответственный автор не 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 это моя вина я понимаю это про люди вопрос не в этом я вам уже предлагал на лид форуме и предлагаю это еще раз давайте я буду вашим личным корректором давайте давайте попробуем хуже от этого не будет не будет потому что это не единственная ошибка в тысячи лет хрофта если хотите я составлю такой же эссе как делал на имя зверя там ошибок и таких логических нестыковок опечаток стилистических ошибок и так далее их вполне хватает ну давайте наверное все таки логические нестыковки это вопрос дискуссионный что считать нестыковкой а что считать авторским мнением но что касается вот того что вы сказали разумеется как бы давайте я исключительно за потому что к сожалению вот да пора закругляться а еще есть к сожалению автор вот он его глаз как я уже говорил он частично замылен и очень часто сколько бы раз ты не перечитывал текст но вот такие вот ошибки они просто проходят мимо твоего сознания это горестно это признавать но вот есть такой такой факт но спасибо за предложение давай называется сдвинем это дело с мертвой точки так друзья есть еще вопросы только не по поводу трудоустройства если да по сути нашему сегодняшнему гостю здравствуйте добрый день я знаю что у вас в планах было продолжение цикла череп в небесах череп на рукаве а могли бы сейчас поподробнее немножко об этом рассказать да это еще одна книга которую я искренне считал полностью завершенной но в общем меня убедили убедительные доводы как говорил Адриана Челентанов классическом фильме блеф что конфликт там не решен герои устроили можно сказать свою судьбу в той или иной степени но конфликт между государственными образованиями конфликт между нациями конфликт между в конце концов человечеством вот этой вот враждебной вселенной этой иммунной системой вселенной которая получилась на человечество он не завершен и тут можно двигаться дальше и интересная встреча до сих пор до сих пор до сих пор